Сегодня в Омский обком КПРФ нагрянули сотрудники полиции. Они приехали, чтобы изъять информационный бюллетень правды, который был признан областной избирательной комиссией агитационным. Удалось ли найти полицейским запрещенные материалы, расскажем в нашем сюжете. Появление сотрудников полиции в Омском обкоме не стало сюрпризом. Их приезд был продиктован решением областной избирательной комиссии, которая информационный бюллетень правды почему-то признала агитационным. Претензия заключалась в том, что напечатан он был не на деньги из предвыборного фонда Грудинина. Это действительно так. Заказ был из ЦК партии. Они подготовили информационный бюллетень, в котором решили рассказать о своем кандидате и его программе. И это законом точно не запрещено. Мы об этом и ни от кого не скрывали, что мы ее печатали. Мы ее напечатали в соответствии с заявкой Центрального комитета, выполнили заказ и все. Ну а теперь, значит, вот это навалилось расследование, о каких действиях расследования. Все это сделано законно, в надлежащем образом. В соответствии с документами всеми, выборными в том числе, мы заявили о своем участии в изготовлении печатной продукции в ходе президентских выборов. Решение о признании тиража незаконно было принято 23 января и рекомендовано сотрудникам полиции его изъять. В Омском обкоме не отрицают, бюллетень действительно печатали. Но в тот же день, 18 января, распространен, то есть за несколько дней до решения комиссии. А значит, все делали по закону. И сейчас в типографии искать нечего. Тем не менее, препятствовать действиям сотрудников полиции не стали и ответили на все вопросы. Полицейские сначала допросили директора типографии Николая Милосердова и руководителя фракции КПРФ в законодательном собрании Андрея Алехина. А затем приступили к осмотру. Почти два часа они проводили обыск в типографии, но, как и ожидалось, ничего не нашли. Ну или почти ничего. Один выпуск информационного бюллетеня «Правды» полицейские все-таки обнаружили в мусорке. Это был отбракованный номер. Тем не менее, его предупредительно забрали с собой. Я не удивлен. Все избирательные кампании идут в одну калитку. Когда вот прошедшие выборы были в Омский городской совет, мы кучу жалоб написали по этим газетам, по черным. Мы-то не скрываем, что мы сделали все. Мы не скрывали, что все сделано в соответствии с законом, информационный бюллетень. А там же черный материал, указывали адреса, где это делали. По всем отказам. Никого не привлекли. Здесь же целый наряд, сколько их было? Человек 6-7, да, плюс понятые. Здесь целая бригада приехала. Два часа и у себя отняли, и у нас отняли. Ну что сделаешь? Мы к этому готовы, это нормально. Значит, с кандидатом мы попали в точку. Значит, у Павла Николаевича есть хорошие шансы. Полицейские провели административное расследование. А вот какое будет принято решение, пока не ясно. Но одно можно сказать точно. Власть вряд ли остановится на подобных выходках. Кандидат от КПРФ вызывает у нее опасения. А значит, провокации наверняка продолжатся. Максим Кабаненко, Александр Филиппов, Обком ТВ.